Деньги, золото, попытка самоубийства. Как в Одессе задерживали главбуха и на чем она наживалась? Годы судебных мытарств. Сколько времени потребуется, если хочешь заплатить меньше за загранпаспорт? Курсант без селезенки. Подполковник на судебной скамье. Какую меру пресечения избрали военному? Массовый предпасхальный субботник в Украине. Насколько тон мусора стала чище страна? В гостях у принца. Каким алкоголем угощал наследник британского престола хозяев Белого дома? Трагедия в столичном аквапарке. Накануне вечером там утонул 4-летний ребенок. Мальчик находился в развлекательном центре с отцом, бабушкой и сестрой. В этот день ему как раз исполнилось 4 года. По информации полиции, малыш захлебнулся водой в детском бассейне в тот момент, когда отец отлучился, чтобы выпить кофе. На протяжении часа ребенка пытались вернуть к жизни. Вначале сотрудники аквапарка, затем врачи скорой. Первым о гибели мальчика сообщил совладелец торгово-развлекательного центра Григорий Карагоцкий. На своей странице в фейсбуке он написал в связи с трагедией. Сегодня аквапарк закрыт для посетителей. Там работает следственная группа. И добавил, все необходимые видеозаписи уже предоставили следователям. И напомним, подобная трагедия в Украине произошла в 2011 году, тогда в Кримском аквапарке Алуште утонул 7-летний мальчик из Молдовы. Продолжаем выпуск. Два месяца ареста без права внести залог. Во Львове суд арестовал подполковника, преподавателя Академии сухопутных войск, который месяц назад ударил курсанта. Да так, что парню в результате пришлось удалить селезенку. Все подробности знает Галина Якушко. Шевченковский райсуд Львова. Олег Коранько, тот самый преподаватель Академии сухопутных войск, который в начале марта ударил курсанта-первокурсника Степана Данилко. Военному избирают меру пресечения. Посадил так, что парень сразу же начал жаловаться на резкую боль в боку. В больницу его не отправляли. В медпункте дали таблетку от сердца. Боль не проходила. Парня осмотрел штатный хирург. Ничего опасного не заподозрил. В стационар Степан попал только через 4 дня. Оказалось, у него разрыв селезенки. Чтобы спасти жизнь, ее пришлось удалить. Пока идет следствие, адвокат подполковника просит суд оставить его на свободе. Чие у вас подтверждающие документы? Что Коранько может скрыться под органом досудового расследования. Что Коранько может перешкоджать расследование. Доказы. У вас есть ли у вас? Военный прокурор настаивает на аресте. Утверждает, что Коранько нанес тяжкие телесные повреждения Степану. И, как выяснило следствие, подозреваемый применял силу и к другим курсантам. Больше все святки неповнолетними особями, которые легко поддаются впливу старшего офицерского склада Академии. В том числе и коллеги Докривального Коранькова, которые могут струкнуться и подбурить своих коллег-святков. И вот судья зачитывает решение. В сопровождении двух прокуроров Олега Коранько отправили в СИЗО. Под арестом он пробудет до 20 июня. Без права внесения залога. Если вину подполковника докажут, ему грозит до 9 лет тюрьмы. Курсант-первокурсник, лишившийся Селезенки, сейчас проходит медкомиссию. Она должна принять решение о предоставлении ему группы инвалидности. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности телеканал Интер, Львов. В Одессе с грандиозным скандалом задержали главбуха областного управления фискальной службы. Операцию провели сотрудники СБУ и прокуратуры. По их данным, несколько лет подряд женщина обворовывала своих же коллег. Бюджетные деньги, которые должны были идти на выплату зарплаты больничных, она, подделывая документы, перечисляла на счета подставных лиц, в том числе своих родственников. Во время обыска у нее изъяли крупные суммы в гривнях и валюте, сколько именно еще подсчитывают, а также золотые изделия, банковские карты и печати. Сама задержанная пыталась при этом покончить жизнь самоубийством, резала себе вены. Возможно, хотела сымитировать психическое расстройство, чтобы в дальнейшем избежать ответственности, предполагают правоохранители. Такий инцидент имел место. Была попытка скочить определенные действия. Однако правоохранители заводили это сделать. И, опять же, сейчас ей ничего не загрожает, ее жизнь. Ее сразу было направлено в лекарство. Экс-премьера Арсения Яценюка и бывшего генерального прокурора Виктора Шокина вывели из состава Совета нацбезопасности. Президент Порошенко подписал соответствующий указ. Решение уже вступило в силу. Вместо бывших чиновников на эти посты назначены новоизбранный глава правительства Владимир Гройсман и спикер парламента Андрей Порубий. Напомним, Яценюка и Шокина отправили в отставку в этом месяце. Тем временем Европарламент предлагает дать спикеру Верховной Рады право отстранять депутатов от заседаний за неподобающее поведение. Не только за драки, но и за действия, которые срывают работу парламента. Миссия ЕС, которая занимается реформированием Верховной Рады Украины, советует также штрафовать нарушителей. В пример ставят Францию, где поддерживать дисциплину спикеру помогают квестеры, особые охранники, усмиряющие агрессивных депутатов без применения физической силы. И Германию. В Бундестаге избранников за нарушение рабочей дисциплины штрафуют на суммы от полутысячи до трех тысяч евро. Опыт какой страны возьмут на вооружение наши нардепы пока неизвестно. Двое военных получили ранения в результате обстрела села Верхнеторецкое. Боевики не прекращают вести огонь в районе Авдеевской промзоны и села Зайцево. Причем еще и хвастают тем, что обстреливают дороги, по которым ездят гражданские машины. Видеодоказательства сами же опубликовали в интернете. Тему продолжит Ирина Баглай. Града откуда-то еб... Наши, походу. Есть. Четко попадание. Бау. На этих кадрах боевики обстреливают украинский блокпост и движущиеся через него гражданские машины. Наемники сами обнародовали видео. По всей видимости, съемка велась с позиции снайпера диверсионно-разведывательной группы. Даже б***ь пусть и нахуй. Десятка, б***ь, мин, которые легли на блокпост. Движение не останавливается. Каждый думает, что ему, б***ь, повезет. Вот такой вот котлован. Это остается от 120-й или 122-й САУ. А это уже воронки в районе села Зайцево. На подконтрольной Украине территории. Совсем недалеко от жилых домов. С этой позиции военным хорошо видно, откуда стреляют боевики. Хотя они и пытаются это скрыть. Они бьют периодически, когда со школы они бьют, когда они бьют с карьера, когда с малой промки. Бьют с жилых массивов, да, скажем так, для того, чтобы мы отвечали и потом обвинить нас. У армейцев приказ не стрелять, даже если удар разнес окоп, как в этом случае. Уже позже военные нашли взрыватель от гаубичного снаряда. Это 152-й калибр. В нескольких десятках километров от места обстрела трасса и единственный в этом секторе пропускной пункт Зайцево. Здесь снова огромные очереди. Из-за обстрелов пропускной пункт Луганской области закрыли. И теперь с оккупированных городов люди направились сюда. С пониманием, что ребенок долго не постоишь. В магазинах торгуют, да. Есть почти все, но очень дорого. Продукты – основная причина, по которой люди стремятся на мирную территорию. Есть такие, которые каждый день ездят, где-то 70%. Это достаточно много, но они тоже наши граждане. Недавно погранслужба предупредила попытку переправить с оккупированной территории несколько сотен патронов. А вот назад группа людей везла крупную сумму денег и банковские карточки. Это новый вид бизнеса. Доставка пенсии или помощи на оккупированную территорию за процент. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». Президент США заявил о необходимости решить конфликт в Украине. Об этом Барак Обама сказал во время своего визита в Великобританию. По его мнению, Европа и Соединенные Штаты должны помочь Украине обеспечить свою безопасность. Также американский лидер заявил, что США продолжат инвестировать средства в НАТО, чтобы поддерживать союзников. Обама считает, что оборонные расходы стран-членов Североатлантического альянса должны достичь 2% от ВВП. Обама в Великобритании с двухдневным визитом, а по итогам первого дня его уже критикуют некоторые британские политики. За что и о чем пишет сегодня пресса, расскажет наш сапкор в Вашингтоне Тихон Дзятко. Вряд ли в Белом доме ожидали, что визит американского президента в Лондон будет проходить столь неоднозначно. Едва ли не главное, что сейчас обсуждает пресса, та критика, которой Обаму подвергли ряд британских политиков. Речь о евроскептиках. Их недовольство вызвали слова американского президента о возможном выходе Великобритании из Евросоюза. Обама призывал британцев проголосовать на референдуме против. Конечно, это должны решать сами британцы, но я скажу честно, Великобритания проявляет свои лучшие качества, когда является лидером сильного Европейского Союза. Членство в ЕС это преимущество для Британии. Обама также заявил, что торговые отношения между Вашингтоном и Лондоном ухудшатся в случае выхода Соединенного Королевства из ЕС. Цитирую, Великобритания окажется в конце очереди. Это вызвало возмущение главу Белого дома, обвинили в шантаже. Так, например, лидер Тори Лием Фокс заявил, что мнение Обамы уже не имеет значения. Он все равно скоро покинет свой пост, а депутат Европарламента Найджел Фарадж назвал слова американского президента стыдными. В Лондоне Обама также встретился с членами королевской семьи, выступил перед студентами. На очереди его турне Германия. И там американского лидера, похоже, также ждет непростой прием. В Ганновере уже прошла демонстрация против заключения соглашения о трансатлантическом торгово-инвестиционном партнерстве США с Евросоюзом. Кстати, в Ганновере Обама встретится не только с канцлером Меркель. В понедельник мини-саммит, в котором примут участие также лидеры Франции, Великобритании и Италии. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности, Американское бюро телеканала Интер. Американское бюро телеканала Интер. Ну а в штате Джорджия, недалеко от города Агаста, другой преступник расстрелял семью из пятерых человек. Полицейские нашли убийцу мертвым. Тот покончил с собой после содеянного. Руководство Кёльнского аэропорта нечаянно раскрыло секретные документы. На официальный сайт выложили детальные инструкции на случай терактов. Этот 230-страничный документ предназначен для узкого круга, однако, как оказалось, провисел на сайте целых пять месяцев. Аэропорт Кёльна имени Конрада Аденауэра несколько месяцев назад был назван боевиками Исламского государства одной из целей для совершения терактов в Германии. А вот боевики на востоке Украины заранее о своих целях не объявляют. Внезапный ночной бой с диверсантами в Широкином. Обстрелы украинских позиций под оккупированным Докучаевском и перестрелки в Маринке. Последние новости с мариупольского направления в сюжете Руслана Смещука. Широкино, западная окраина разбитого поселка. Со вчерашнего вечера и до раннего утра тут шел бой. Мини летали. Наблюдали, как мини летали по селу сюда. И с ДШК стреляли по нам трассерами. Ну, в море попадали всегда. Под прикрытием больших калибров на восточную окраину Широкино проникла группа диверсантов-боевиков. Начался обстрел позиций морпехов. Из дальнего блокпоста береговой линии вели в огонь по окраине села. Под этот огонь заходила ДРГ, диверсионно-развитительная группа. И немного набили с подствольников по наших позициям сюда. Получив ответ, диверсанты отошли к своим позициям в посадках за Широкином. Их они периодически укрепляют прямо на глазах у морпехов, используя в качестве прикрытия членов миссии ОБСЕ, рассказывают бойцы. А когда приезжают ОБСЕ, миссия ОБСЕ до них, они вылазят в свой игнор и начинают вкапываться души. ОБСЕ уезжает, они отходят чуть-чуть и ночью прилазят и давают по нам стрелять. В целом же ситуация на Мариупольском направлении относительно спокойная. По сообщениям штаба сектора погибших и пострадавших нет. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Память всех борцов за свободу Украины увековечили в Черкассах. Сегодня памятник, 15-метровую гранитную стелу, открыли у подножия холма Славы. Венчает плиту фигура архистратига Михаила со щитом и мечом в руках. У подножия скульпторы разместили 8 гранитных блоков. На них выбиты все исторические периоды борьбы за независимость Украины. На открытие пришли сотни людей, среди них немало участников АТО. Символ архангела Михаила, борца и небесного воина. Он символизует всех тех героев, которые погибли за волю и независимость Украины. Поэтому она подкресливает исторический след, что те герои тех времен и сегодня, они единственные. В Генической Херсонской области предотвратили теракт. На одной из улиц нашли брошенный автомобиль с заложенной бомбой. Она по каким-то причинам не сработала. Взрывное устройство обезвредили, автомобиль эвакуировали. Подозрительная машина простояла несколько дней, прежде чем на нее обратили внимание местные жители и вызвали полицию. У Део Ланос харьковские номера. Вот он, на видео авторегистратора. Ни в полиции, ни в СБУ не комментирует произошедшее. Ничего не сообщают ни о составе, ни о количестве взрывчатого вещества. По неофициальным данным речь идет о 10 килограммах пластида. И неделю назад в поселке Новоалексеевка, это тот же Генический район, произошел теракт. Бомба взорвалась в автомобиле, припаркованном у почты. Один человек погиб, несколько ранены. По всему району ввели усиленные меры безопасности. Главным духовным оружием победы является единство. Об этом шла речь на встрече президента Украины с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Для этого, отметил Петр Порошенко, стране важно создать единую поместную православную церковь. Также подчеркнул, общество требует от всех государственных органов работать на это единство. Президент выразил готовность помочь реализовать те решения, которые предложат сами представители украинских церквей. Я кардинально не допускаю, чтобы государство втручалася, и она не собирается втручаться, и я этого не допущу в межцерковные взаимы. Это не дело государства. Это дело верующих и дело церков. Но игнорировать волю народа тоже не плохо. Так же, мне не возможно допустить втручание в эти процессы другой страны. Продолжаем выпуск. Израиль проводит широкомасштабные военные учения на голландских высотах. Именно через них проходит граница с Сирией, чье руководство требует вернуть Голланды и даже угрожает еврейскому государству войной. Учения своеобразный ответ на эти заявления. Учения проводят сразу несколько танковых бригад. Один из этапов – танковая олимпиада, соревнования среди экипажей. Но специально к ним не готовятся. Это что-то вроде внезапной проверки боеготовности. Обычные экипажи из строевых бригад, в том числе резервисты. Задание классическое – марш по пересеченной местности и стрельба по мишеням боевыми снарядами. Но появилось много тактических новинок, учитывая опыт последних войн. Мы понимаем, что в будущей войне больших танковых боев не будет. Поэтому тренируем свои экипажи в поддержке наземных войск и участии в танковых дуэлях. На поле краса и гордость израильского военпрома танки «Меркава». Синие коробки на башнях, система активной защиты «Мииль» уже, кстати, опробована в бою. Работают группы. Один танк прикрывает, два других ведут огонь. Тактика такая. Танк на несколько секунд выезжает из укрытия, ищет цель, стреляет и сразу меняет позицию, ставя дымовую завесу, чтобы сбить с толку наводчиков противника. Машины командиров всегда впереди. Это незыблемый принцип. Но Олимпиада – это не только стрельба. Наблюдатели из разведки тренируются отыскивать цели и наводить на них танки. Такова специфика учений в израильской армии. Притренироваться приходится где придется, потому что места в стране мало, вот даже и на коровьих пастбищах. Впрочем, здешние животные к таким делам привычные не боятся ни грохота выстрелов, ни рева танковых двигателей. На этих полях больше 40 лет назад израильские военные сошлись в жестоком встречном бою с лавиной сирийских танков. Война судного дня стала для них настоящим испытанием. 170 израильских экипажей остановили наступление полутора тысяч сирийских. В ответ на угрозы со стороны Дамаска танкисты теперь просто пожимают плечами. Говорят, пусть приходят. Мы готовы. Сергей Услендер, Алена Боярская. Подробности голландские высоты. Израиль. Северная Корея запустила баллистическую ракету с подводной лодки в Японском море. Об испытаниях заявило руководство соседней Южной Кореи. В Сеуле заявляют, пристально следят за действиями КНДР. Северная Корея пытается развить технологии по производству баллистических ракет для подводных лодок. И если испытания будут успешными, ядерная угроза со стороны КНДР усилится. В январе Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы. И это привело к введению новых санкций против страны. Украинцы продолжают судиться за право получить загранпаспорт, не переплачивая. Очередная история из Ивана Франковска. Там девушка уже два года добивается, чтобы ей выдали документ за 170 гривен. Именно столько, по решению Кабмина, должен стоить заграничный паспорт. С подробностями наши корреспонденты. Оформить загранпаспорт Виктория пытается уже два года. Еще в 2014-м сдала необходимые документы в миграционную службу. Оплатила госпошлину. 170 гривен. Но девушке заявили, нужно доплатить еще 200 гривен. Якобы за предоставленные услуги Виктория подала в суд. Суд поддерживал позицию и выяснил, что государственный мит в размере 170 гривен единым платежем, который гробнян Украины должен заплатить за удержание паспорта для выезда за кордон. Однако загранпаспорт девушка не может оформить до сих пор. Ведь суд всего лишь обязал миграционную службу повторно рассмотреть заявление девушки на выдачу паспорта. Это означает, что я снова прийду в миграционную службу, снова мне скажут, что мы вам отмогляем, потому что нет всех платежей, и мне снова доводится идти снова в суд. Виктория дошла до Львовского апелляционного суда, где все и застопорилось. Решения до сих пор нет. В миграционной службе заявляют, что плату за загранпаспорт не сами придумали. Юристы разъясняют, госпошлина покрывает все затраты на изготовление загранпаспорта. Два других платежи это против права, поскольку государственная служба является государственным органом, которая финансируется с государственного бюджета, а государственный бюджет, как мы знаем, формуется с наших с вами податков. Вот только не все готовы разбираться в нюансах законодательства и ввязываться в судебные споры. Люди платят требуемую сумму, при этом выстаивая часами вот в таких очередях. Если времени жаль, а вопрос денег не стоит остро, загранпаспорт можно оформить без проволочек. Рядом с миграционной службой газфирма «Документ» тоже делает загранпаспорта. Еще на 350 гривен дороже. Что значит схоже робиться? Сручнейше? Просто терминал, терминал. Дороже у нас, потому что мы... Там есть черга, там нужно бегать. Мы не даем сервис. Виктория же намерена пойти до конца. После визита съемочной группы подробностей ее дела во Львовском апелляционном суде наконец-то назначили к рассмотрению. 18 мая. Геннадий Вивденко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности. Телеканал Интер. Ивана Франковск. Сотни тысяч украинцев сегодня вышли на массовую уборку под названием «Сделаем Украину чистой». Международные организаторы считают, что установлен новый рекорд по количеству участников такого рода акции. Это гидропарк в Киеве. С хорошим настроением и перчатками в руках горожане пришли на массовую уборку, чтобы очистить от мусора одно из любимых мест отдыха в городе. Здесь природа, свежо, хорошо. Чему бы не поубирать? Тем более, мы знаем, что мы делаем какой-то вклад в природу. На субботник пришли люди абсолютно всех возрастов. Кто-то уже давно на пенсии, но кто-то даже еще в школу не пошел. Но, тем не менее, у каждого за спиной по сумке мусора. Помогаю убирать всем. Для чего? Чтобы мусора нигде не было, растения выживали. Мы заботимся о своей природе, о своей стране, чтобы все считали, что у нас самая лучшая страна и наш город Киев. Здесь сегодня, как в муравейнике. Люди работают без отдыха. Моры мусора, кажется, растут каждую минуту. Уже по традиции организатором уборки выступила украинская ячейка международного движения. Let's do it, world. Сделаем мир чище. К центральному субботнику присоединились и сотрудники ООН. Я из Австралии, помогаю людям на востоке Украины. Но сегодня пришел помочь убрать Киев. Это проблема не только гидропарка. Это проблема всего мира. Химические выбросы и много всего другого, что убивает нашу планету. Паук. Где? Вот он. Дарья Роуба – координатор движения Let's do it, world в странах Восточной Европы. Сегодня приехала в Украину из Прибалтики, чтобы лично принять участие в массовой уборке. Я первый раз присутствую на столь масштабной уборке. Украина является одним из самых сильных лидеров нашего движения. Первое, что бросается в глаза, это, во-первых, это то, что очень много молодежи. Это очень приятно видеть. Прошлой весной в рамках всеукраинской уборки был установлен рекорд. 380 тысяч человек собрали 1700 тонн мусора. Сколько в этот раз, организаторы еще подсчитывают. Но, по их словам, уже ясно. Будет новый рекорд. Олег Решетняк, Вадим Ревун, подробности, телеканал «Интер». Сдал квартиру, заплати штраф. В преддверии лета и отпусков власти Берлина запретили горожанам сдавать туристам свои квартиры. Чего хочет добиться муниципалитет и чем это может обернуться для гостей города, подробнее Татьяна Лугунова, наш европейский корреспондент. Это Берлин-Митте, один из центральных районов немецкой столицы. Рядом основные достопримечательности, поэтому и отели здесь не всем туристам по карману. В среднем за ночь в гостинице нужно выложить около сотни евро, но есть варианты побюджетнее. Например, снять квартиру. Она обойдется вдвое дешевле – 50 евро в сутки. Впрочем, уже скоро гостям немецкой столицы будет сложнее таким образом экономить на жилье. Власти Берлина запретили горожанам сдавать свои апартаменты без специального разрешения, получить которые очень непросто. Закон вступает в силу с 1 мая. Штраф за его нарушение не просто внушительный, а драконовский – 100 тысяч евро, чтобы не повадно было. Без денежного наказания и разрешения мэрии сдавать туриста можно будет только одну комнату в квартире. И то при условии, что сам хозяин не в отъезде. С помощью нового закона власти Берлина планируют контролировать ситуацию на рынке недвижимости и бороться с повышением арендной платы. А вот как его воплотить в жизнь, пока не знают. Специальных служб, которые бы проверяли, не сдаёт ли кто квартиру, в Берлине нет. Так что власти города надеются на сознательность туристов. Их уже призвали проверять у арендодателей разрешение и сообщать, куда следует, если такового нет. В качестве поощрения пообещали квартиросъёмщиков не штрафовать. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. 400 лет со дня смерти Вильяма Шекспира отмечают сегодня во всём мире. И, конечно же, самые масштабные мероприятия проходят в Англии. В Британском музее можно увидеть оригинал единственной уцелевшей пьесы пера великого драматурга. В Лондоне на берегах вдоль Темзы от Вестминтерского до Таверского моста на больших экранах показывают короткометражки по пьесам автора. Сегодня воссозданный театр «Глобус» посетил президент США Барак Обама. Он постоял на сцене точной копией той, на которой свои пьесы ставил сам Шекспир. День смерти драматурга признан и Международным днём английского языка. Учить английский призвал сегодня и президент Украины. Пётр Порошенко об этом он написал в своём твиттере. И далее в выпуске «Кто охотно покупает пустые упаковки вместо товаров? Как один бдительный регулировщик спас всех на дороге? И какой алкоголь стоит в баре у британской королевской семьи?» Обо всём самым интересном наш обзор. Секреты королевского быта раскрыли Барак и Мишель Обама. На званом ужине в Кенсингтонском дворце журналистам удалось рассмотреть обстановку в монаршем доме. Обратили внимание на семейные фотографии, в частности портрет принцессы Дианы. И на бутылки с весьма простым алкоголем. Водку Смирнов за 12 фунтов и джинн за 14. Всеобщее умиление вызвали новые фото маленького Джорджа. Ему пришёлся по душе подарок президентской Читы – деревянная лошадка ручной работы. Супермаркет, в котором вы не купите того, что нужно, открылся в Китае. Авангардный магазин продаёт пустые банки, бутылки и упаковки. Бренды известные, цена стандартная. И покупатели даже готовы платить, по сути, за обёртку. Всё это арт-проект известного художника, высмеивающий потребительскую зависимость. Часто людям не важно, что внутри. Главное – красивая этикетка. Неудачное приземление. В Австралии военный десантник без сознания упал на стадион. Дело было перед игрой в крикет, которую торжественно открывали парашютисты, одному из которых стало плохо в воздухе. Военный сильно ударился о землю, несколько минут лежал без движения. После чего ему оказали первую помощь и диагностировали перелом бедра. Регулировщик, который всех спас. В Китае полицейский обнаружил на дороге следы провала и попытался пустить оживлённый поток машин в обход. Когда ему это не удалось, огородил опасное место дорожными конусами. Буквально через пару минут в асфальте образовалась дыра, а затем огромный котлован. Ни один участник дорожного движения не пострадал. Лучшие барабанщики Африки собрались на чемпионат в Нигерии. Будут соревноваться в умении отбивать ритм на разных ударных инструментах. Барабаны большие, барабаны маленькие, с палочками, молотками и те, которые звучат от прикосновения рук. Всё действие сопровождается танцами и театральными представлениями. В африканской культуре ударный не просто инструмент, а ещё и магический символ. Пурпурный дождь обрушился на гостей Лос-Анджелеса. В Музее современного искусства открылась экспозиция в память о певце Принсе, который скончался 21 апреля. Пурпурные капли настоящие, любой желающий может попасть в эпицентр цветного ливня, но не намокнуть. Роб-композиция, выпущенная в 1984-м, стала знаковой в карьере музыканта. Названа главным хитом 80-х и попала в список лучших песен всех времён. Наш выпуск почти подошёл к концу, а вот завтра, ровно в 8 вечера, не пропустите итоговую программу «Подробности недели». И вот о чём будут говорить наши коллеги. Не пропустите в подробностях недели. Добровольное рабство. Работали и даже не выходили на улицу, чтобы никто их не видел. В Польше накрыли сеть нелегальных табачных фабрик. В чёрном бизнесе украинцы. От Одессы до Лондона мы отследили путь контрабандного табака. Всё схвачено, как у сицилийской мафии. Тайны главных кабинетов. Тут я лежечку, их что треба будет. Тут кимната-едальня. Что получили в наследство новые министры от предшественников «Камикадзе». Бизнес на Ленине. Во что обойдётся прощание с советским прошлым? На Запорожского Ильича положили глаз китайцы. А Харьковский вообще пропал. К чьим рукам прилипают деньги от сваленных советских символов? То, о чём говорит страна, откровенно. В прямом эфире ровно в 8 вечера в это воскресенье. И вот теперь выпуск завершён. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности UA. С вами был Алексей Фадеев. Хорошего вечера и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова